Жители улицы Геологическая Черновского района Читы уже много лет страдают от отсутствия водоснабжения. С этой проблемой они обратились в редакцию программы Вести Чита. Наши корреспонденты выехали на место и попытались выяснить, почему на Геологическую вода не течет. По этой улице не проходят водопроводные системы, дома неблагоустроены. Даже на бытовые нужды приходится собирать дождевую воду. Раньше всю улицу технической водой обеспечивала колонка, принадлежащая геологразведке. Вода эта была пригодна для бытовых нужд, а для питья воду в канистрах привозили из города. Два года назад колонка была закрыта и воду брать стало негде. А раньше было все вокруг, все было, вода всех обеспечала, и поливали, и все на свете. А сейчас нету. О том, что за хорошо платить надо, жители улицы не знали. Когда им об этом сообщили, расставаться с деньгами отказались. Вот и остались бы за водоколонки. Теперь проблему полива огорода решают самостоятельно. У кого-то есть колодцы и буровые скважины. И их это вполне устраивает. Другие выкручиваются как могут. Воды нету нормальной питьевой. Ни колонки на этой улице, ничего здесь такого нет. Воду вот вожу в канистрах питьевую домой. А техническая, если только вот что с крыши набежит, как бы вот и вся вода. А между тем о проблеме водоснабжения геологической улицы в администрации Черновского района города Читы знают давно. И, как уверяют, пытались решить этот вопрос неоднократно. Пытались разрешать с геолога разведки. Они восстанавливали в свою очередь колонку. Потом опять была техническая неисправность. Но, кроме того, гражданам было рекомендовано обратиться в водоканал Чита, который будет снабжать привозной водой, которая соответствует санитарным нормам, которую можно употреблять в пищу для других целей. Но, к сожалению, граждане, может быть, из-за нежелания оплачивать за привозную воду на данный вид услуг не идут. Решение проблемы лежит на поверхности. Жителям улицы Геологическая нужно всего лишь договориться с водоканалом. Но для этого нужно собраться вместе тем, кто нуждается в водоснабжении. В реалии же, по словам Александра Григорьева, приходят за помощью в администрацию 1-2 человека. На ТИЭС Хеладзе Александр Смирнов, Олег Сукач, Вести Чита.